Всем привет! Сегодня у нас история подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, прокомментирую его, вы оставите свои комментарии, так что давайте приступим к истории. Прошу помочь разобраться или дать свою оценку как психолога, как женщины и умеющий опыт общения с турками. Я и мой мужчина турок взрослые люди. Мне 45, ему 50. Тему знакомства, принятия решений, приехать к нему жить я не затрагиваю. Я в разводе, мужчина тоже. С ним остался его сын и воспитывает его мать мужчины, то есть бабушка. Предыстория. Он рассказывал, что жениться настоял в свое время его отец. Девушку нашли из семи знакомых. Прожили они вместе 20 лет, после чего, по его рассказам, ее застукали в машине с другим мужчиной. Это причина его развода. Он говорит, что никогда не любил ее и был несчастен в семейной жизни. Я же считаю, что невозможно прожить с нелюбимым человеком, с нелюбимой женщиной 20 лет. И большую часть из этих лет без ребенка. То есть, что их вместе могло держать так долго. Считаю это ложью. Я с вами, в принципе, солидарно согласна, так же рассуждаю. Я переехала к нему, длилось это 3 месяца. Меня быстро познакомили с семьей. Была церемония знакомства. Теплая, радужная. Очень хорошо относились ко мне вообще все родственники. Был и мам Никях. Первое, что меня напугало, это мужчина начал выпивать именно после моего приезда. По чуть-чуть. Но можно сказать, что трезвым я его не видела. Управляла машиной в нетрезвом состоянии. Второй момент. Я пригласила его провести 3 дня в хорошем отеле, отдохнуть от бытовухи. Оплатила все сама. На третий день вечером он ушел в бар и провел там всю ночь. Я была в отеле одна. В тот момент в голове поставила точку, так как считаю этот поступок просто отвратительным. Пришел пьяный в стельку. Спал до обеда. Опускаю тему примирения нашего. Просто в тот момент решение об отъезде было принято мной, но жить-то какое-то время в конфликте я не могла. Третий момент. Мужчина эмоциональный. Слезы, сопли по поводу его любви ко мне, его несчастной жизни, что его сынок потерял мать. И ты тоже хочешь нас бросить. Я эти манипуляции слушаю, но не принимаю. В очередной из многочисленных вечеров были признания в любви, просьбы не уезжать в Россию и так далее. Я ушла спать. Он пришел позже. Утро он повез сына в школу, а телефон забыл дома. Сработал будильник. Я хотела отключить и увидела сообщение от женщины. Милый мой, я работаю, я не могу разговаривать. Я знаю его пароли телефона. Зашла в соцсети и проверила сообщения. Он звонил ей первые ночью, когда я спала. Он мне взорвал просто мозг своим поведением. Но ведь мужик, которому не 25 лет, и не 45, ему уже 50. Вроде все как на ладони. Телефоны лежат открытыми, пароли мы знаем друг друга. В четвертый момент. Из трех месяцев моего проживания на его территории, первый месяц он платил за все сам. После приключения в отеле, когда я решила ехать, мне нужно было побыть там еще два месяца. Были договоренности с его сестрой, которые я не могла нарушить. Я решила провести это время в путешествиях, в поездках по Турции и так далее. У него деньги кончились. Мы путешествовали на мои средства. Он вообще не стеснялся их тратить. Выпивка, сигареты, рестораны. Как будто это наша общая карта. Я уехала и не смогла съесть все эти моменты. Ну, проглотить, закрыть на это глаза. Его семья сказала, что соскучилась по родителям. Есть некоторые дела в России. Они все плакали, провожали как родную. Но никто не знает, как он себя вел и почему на самом деле я решила уехать. Пишут, звонят, говорят, что очень ждут меня. Он постоянно умоляет вернуться. С моим отъездом перестал пить, занялся спортом. Он всегда им занимался. Но почему-то с моим приездом расслабился и все пошло не так, как мы планировали. Сейчас его предложение такое. Заканчивается строительство квартиры, сдача нового дома в конце года. Он планирует продать эту квартиру и переехать в Анталию, в район, где много русских, чтобы мне было комфортно. И я могла найти себе работу. Сейчас он живет в Финнике. Мне там было скучновато. И перспектив на более насыщенную жизнь я не видела. Стоит ли давать второй шанс? Интересно ваше мнение. Фух. Ну, вы знаете мое мнение, мне кажется. Да, я сейчас моя постоянная подписчица. Мое мнение мне давать, конечно. А чему тут давать? Какой второй шанс? Вам зачем это надо? Алкоголику, который врет и изменяет, давать второй шанс? Чтобы что? Чтобы опять он изменял. Обманывал. Тратил ваши деньги. И переписывался с какими-то бабами. Понимаете, он уедет в район. Русские в Анталии не для того, чтобы, я не знаю, вам там интересно было, вы не знаете язык, да, с кем-то подружки. Потому что там гулять можно лучше. Анталия, там Измир, Стамбул, это другая Турция. Не такая, как где-то в провинции в маленьких городах или деревнях. Особенно Анталия. Поток туристов, пьянки, гулянки, ночные клубы, дискотеки. И вся эта история. Там и турки живут, которые в этой сфере работают. Я имею в виду, не все так. Не надо, я никого не обобщаю. Я про то, что там легкодоступные женщины приезжают, туристки, повеселиться на две недели, скажем так, прямо отдохнуть душой и телом. Повыпивать алкоголь, познакомиться, ни к чему себя не обязывать. И люди туда стремящиеся именно жить, отдыхать, ни по работе, ни по бизнесу, в каких-то там условиях, да. Именно турки, которые туда тянутся, значит, за этим туда едут. Что ж ты, живи, работай спокойно в другой части Турции, где этого пьяных, гулянок нет. А у него проблемы с алкоголем, вы что, понимаете, зачем он туда хочет? Это предлог, чтобы тебе лучше там было, активнее, веселее, там, подружек себе завела. А он будет ходить по бабам, там, тусоваться, гулять, пухать, все будет точно так же, как и было. Вы вообще представляете, у него нет сдерживающего фактора. Тут у него семья под боком, которые подумают, вот с вами там общаются, что скажут, они могут на него надавить. Вы им нужны, чтобы они все про него знают, так скажем. Они все знают, как он себя ведет, и вы там не первая, короче, скорее всего, из невест, так они рады его спихнуть. Плюс у вас есть деньги на это, вы состоявшаяся женщина. Мы сейчас пристроим нашего сыночка, чтобы он от нас хотя бы отвалил вообще. Вот эту обузу себя скинуть, поэтому они за вас так держатся. Все они знают, они своего сына знают, доль да поперек. Не переживайте. Это так, для вас такая картинка, да, идет? Они такие хорошие, чтобы вы хотя бы за них держались и дали ему вот второй шанс. Но нет, ни в коем случае. Почему вы бы такому мужику у себя на родине второй шанс дали? Который бухает, покупает сигарету, тусуется, переписывается с другими женщинами за ваш счет, елки-палки. Вам это надо? Что за второй шанс? Он занялся там спортом. Он, знаете, почему, вот интересно вы написали, да, я приехала, стало все плохо, я уехала, опять он там спортом занимается и обещает второй шанс. Да потому что пока вас нет, он попу как орех держит, чтобы вас заманить. Вы приехали, он показал свое истинное лицо, расславил, скажем так, свои буки, делал то, что вот он настоящий тот, который вы увидели, который был рядом с вами. Я скажу одну ошибку вам подмечу, чтобы вы на меня не обижались, но чисто по-женски, вот я бы так не поступила, вот честно скажу. Может я там, не знаю, прагматик какой-то в большей степени, но меня это устраивает. Вот честно скажу, знаете, чем ошибка была ваша, что вы ему давали деньги тратить свои путешествовать по Турции, а у него денег не было. Он вообще показался в полной красе и сигареты, и алкоголь, и тусовки, и да все за ваш счет было, вам-то нафига надо? Когда вы сказали, я уже тогда себе поставила точку, я уезжаю. Так если вы точку поставили, зачем вы сейчас думаете о втором шансе? Вы же точку поставили, вот и придерживайтесь своей позиции. Вспомните, как вам хорошо с ним было, какой у вас был хороший мужчина, который бухает ночью, переписывается с какими-то женщинами. Вообще, зачем вам это надо? Вот объясните, нафига. Если у вас проблема найти мужчину в своей стране, вам хочется какого-то иностранца или переехать в Турцию или еще так далее, просто здесь в Турции есть нормальные мужики, не вот такие, вот так скажу. 50 лет, вы правильно подметили? 50 лет ума нет. Ничего его не меняет, без ребро, честное слово. Он таким и будет. Он такой гулящий, бухающий, тусующийся. У него все в порядке, ему в кайф. Просто турчанки такой терпеть не будут. И вот вопрос, а почему, как вы сказали, с женой жили без ребенка долгое время, что их держала между собой вот эта вся история? А вы не думайте, почему жена-то от него гуляла? Так потому что с ним жить, наверное, невозможно. Бухал. У него бабы постоянно другие были. Все очень просто. А ее просто, как всегда, по-турецкому айпу потом сделали виноватой. Повод нашли развестись. Ты на самом деле, знаете, изменялась с мыслью, да скорее бы вообще от него свалить. Ребенок с ним остался, потому что он его отсудил, потому что мать была причиной развода, ее измена. Есть такой там по законодательству, помню, что мы раньше с вами видео про разводы обсуждали. Самое ужасное, что он на вас накладывает чувство вины и ответственности еще и за своего ребенка. Чего ты нас оставишь? Сына, мать его нас бросила, она мне изменяла. Я весь тип такой хорошая. Такого козлу, конечно, изменять надо. Мне внимание бухает, но это вообще кошмар. И ребенка она оставила. Точнее, его, скорее всего, ребенка отсудили у нее по решению суда по разводу. Ребенку занимается. Вы правильно сказали, бабушка? Но не папа. Потому что папа гулящий. Вообще, какой второй шанс? Ну, елки-палки, вам 45 лет. Вы о чем вообще? Нафиг вам такое счастье нужно? У вас есть деньги путешествовать, тусоваться? Едьте, путешествуйте, если тут желание снимать квартиру или еще что-то. Без него самостоятельно, там все знают русский язык, вам проблем с языком там не будет. Едьте для себя, найдите-то все нормального мужика на месте. Зачем вам этот чемодан без ручки, который ваши деньги еще тратит? Вы что, банкомат, что ли? Он этого и ищет. Ничего не изменится. Я вам, блин, зуб даю. Он вот такой вам показал свое истинное лицо с вами навстречу. Вот он всегда держит себя в тонусе, чтобы к себе расположить. Но когда приехали вы, он расслабил полностью все и, собственно, показал себя вообще во всей красе. Вот он его, настоящее лицо. И к вашей ошибке я не договорила, вернусь. Ваша ошибка, не надо было на него тратиться. Вы сказали, я поняла, что уеду, я хотела путешествовать. Вот надо было собираться и путешествовать без него. Хочешь ехать? Плати за себя сам. Ничем вы ему не обязаны, замуж за него не вышли. Был там имамникях, ну и что? Вообще у вас другая религия, скорее всего. Чего он этот имамникях и ни о чем вообще? Это в принципе он никакой юридической ничего не имеет, как сказать. Это для отвода глаз, для общественности. Не знаю, что там у мужчины, какая семья религиозная, нет. Позволяющему просто с вами жить, там, скажем так, простите, в кровать ложиться и вести себя таким образом, как он себя вел. Вот и все. Снятие ответственности. Юридически никто никому никак. Ничегошеньки этот имамникях не дает. Что там держаться-то надо было? Вот на будущее, если вы будете связывать себя отношениями с турком, вот это вообще, до свидания, никаких вторых шансов. Ничего не изменится. Ну, если не верите, проверьте, а потом мне напишите. Была права я или нет, или он стал идеальным, занялся спортом, не пьет, не курит. И с бабами другими не таскается, что хочу сказать. Извините за такую, может быть, грубость и прямолинейность, но только его допустите туда, в курортную зону, где тусовки есть. И доступные женщины, он там вообще вас еще больше себя покажет, то, какой он на самом деле есть. Вообще увидите все во всей красе его, во все качества. Потому что, к сожалению, туда еще приезжают не только русские женщины, немки и так далее, тоже в возрасте женщина, его ровесница, я имею в виду, там, в районе 50 лет, который не против поизменять своим мужьям, потусоваться. На него будет там какой-то спрос определенный. Все очень просто. К сожалению, моему великому. Я что хочу отметить, что урок на будущее для вас. Не надо никогда платить за мужика. Все очень просто. Это касается женщин, кто постарше, у кого есть деньги, кто что-то в жизни заработал, копеечку, скажем так, капитал какой-то заработал, что-то сохранил. Знаете, что всегда должны думать девочки и женщины? У вас, скорее всего, к этому времени, вы там, например, если ищете другие отношения, вы в разводе, там, с ребенком, как правило, к этому возрасту. У вас есть ребенок, у него образование. А дети, а будь надо. А вы, например, одна в разводе. Вы воспитываете своего ребенка и содержите. Вот денежку на своего ребенка тратьте, а не мужика какого-то заграничного из интернета, которому захотелось попухать, погулять, сигареты покурить и потусоваться, попутешествовать. Дружок, а ты заработал себе на путешествии. Вот вы, автор письма, вы к себе на путешествии заработали. А у него бабки закончились, у него ничего нет. Вот пусть идет, зарабатывает, путешествует. Кто ему не дает? Он и ищет ту, которая будет за него везде платить. Очень удобно, хорошо. Просто он у вас вцепился, вам обещает, второй шанс у вас просит. И знаете, в чем проблема? Что вы до конца точку не поставили, к сожалению. Хотя вы об этом заявляете, но это не так на самом деле. И точки никакой нет. И вы готовы дать второй шанс. Вам просто главное помани получше, и вы на это согласитесь. Вот если вам нужен здравый взгляд со стороны, я вас закликаю. Не давайте, пожалуйста, ему второй шанс. Лучше не будет. Будет только хуже, он проявит себя еще больше. Вот я опять повторюсь. Вы можете поехать туда самостоятельно и найти себе мужчину гораздо лучше. Вот честно скажу. Потому что вы не невротик, у вас все в порядке. Вы очень грамотно, хорошо все пишете, оцениваете, видите. Вам просто не надо, вы чего-то боитесь. Отчасти, возможно, одиночество и так далее. Или потрачено время, не жалко, что с ним общались. Не жалейте. Ну, просто не ваши. И такие мужики есть и у нас в стране. Вы всегда знаете, что девочки думаете? Всегда думаете, если у вас сомнения по поводу иностранного какого-то жениха. И какие-то факты, на которые не хочется закрывать глаза, нереально. Это какие-то косики конкретные. Вы всегда думаете, о таком мужчине с такими же проблемами у себя на родине. Я бы закрыла глаза на это или нет? Я бы это потерпела или нет? Вот если ответ нет, то это самое верное. Понимаете, почему? Потому что орел страны, иностранщины, заграничины и всего прочего не меняет самой сути. Это такой же Вася мог быть, Петя, Дима, Леша или еще кто угодно, как в вашей стране. Так не надо ему давать скидку за то, что он иностранец. Вот и все. Ничего не меняется. Такой же мужик с такими же проблемами. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, по этой истории. Я всегда под видео в инфобоксе оставляю информацию, почту свою разворачивайте, смотрите. Пишите на нее ваши анонимные истории для разборов видео. Записывайтесь на психологические консультации, если они вам нужны. И поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Я буду очень признательна. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Пока.